Здравствуйте, дорогие друзья! Давно хотел заказать себе экшн-камеру. Долго смотрел разные обзоры. Хотелось, чтобы цена была как можно дешевле и качество картинки приемлемое и хорошее. Искал, искал и остановился на вот этой камере. Мне понравилась цена, во-первых. Во-вторых, я угадал с продавцом. Продавец оказался очень хорошим. Прислал все очень быстро и все в порядке. Я уже смотрел эти камеры. Камеры я сейчас вам все покажу. Почему их две? Потому что я также искал себе регистратор в машину. И не нашел ничего лучшее по такой цене, как взять две одинаковые камеры. Одну использовать как экшн-камеру, а другую установить вместо регистратора в машину. И не ошибся, мне все в этих камерах понравилось. Ну а теперь давайте посмотрим по комплектации. Они два абсолютно одинаковые комплекта. Открываем, смотрим. Вот так все упаковано. Ссылку на эти камеры, на этого продавца я оставлю под видео. Смотрите. Так, в комплекте была камера. Все очень аккуратно сделано. Всюду есть пленки. Вот пленка. Потом на объективе есть пленка. Это мне понравилось, как ответственно изготовитель поставился до всего этого. Также есть пленка, вот даже на корпусе есть пленка. И пленка также есть на самой камере. Сейчас мы все посмотрим. Давайте сначала по комплектации. В комплекте был вот такой наборчик. Это липучки. Разные варианты. Дальше. Зарядка. Комплектация очень хорошая. Мне понравилось. Так. Зарядка. Дальше. Крепление. Чтобы снимать камеры без бокса. И использовать вот можно даже селфи-палку. Монопод. Или другое крепление. Это такое универсальное. Универсальная резьба. На всех креплениях она стоит. Дальше. Кабель. Хороший. Обычный кабель. Но меня он устраивает. Так. Дальше еще какие-то крепления. Вот такое. Вот такое. Пластик хороший. Использовал изготовитель. Мне понравилось. Так. Вот еще крепление. Рукоятки такие. Матовый пластик. А здесь такой глянцевый. Хорошая. Цепкая. Цепкий барашец этот. Так. Дальше. Вот такое крепление. Два вот таких. Для чего они, я еще не разобрался. Но потом все, конечно, обязательно разберусь. Вот еще одно крепление. Вот крепление на руль. Мотоцикл, велосипеду, мопеду. К любой цилиндрической, да и не только цилиндрической поверхности. Полезное крепление, как на мой взгляд. Вот такие еще крепления. Также сделаны из хорошего пластика. Есть инструкция. Есть инструкция. Инструкция у нас на английском языке. Запасная крышка. Это, наверное, крышка, через которую проходит звук. Возможно, я ошибаюсь. Одна крышка может быть, например, для того, чтобы погружать воду на 30 метров. Вторая, чтобы звук проходил. А возможно, это просто запасная. Потом разберусь. Так, есть такое полотенце. И какие-то хомуты. Пластиковый и тросик металлический. Так, почему я взял именно эту камеру? Потому что здесь есть возможность записи 4К видео. Если я не ошибаюсь, 25 кадров в секунду. Потом 1080, возможность 60 кадров в секунду записывать. Это также было моим приоритетом при выборе камеры. Потом 120 кадров в секунду 720p. И что здесь еще интересного? Патрия на 1050 мАч. Депп, 170 градусов обзор, HDMI. Ну, вот и все, по сути. И двудюймовый экранчик сзаду стоит. Картинка с камерой мне также понравилась. Потом сниму обзор видео, снятое на эту камеру. И выложу также на свой канал. Так, смотрим камеру. Бокс. Все аккуратно и хорошо. Открывается бокс вот так. Работает. Зажим мне понравился. Такой тугой, хороший зажим. И такое впечатление надежности вызывает. Так, открываем. Здесь у нас камера. Камера такая покрытая какой-то такой шероховатостью резиной, что ли. Не камера, а вот эта передняя крышка. Это все, по всей видимости, либо пластик, либо резиной обкладен, либо также напиление резиновое. Так, давайте включим ее. Включается очень быстро. Вот и все. Камера включена. Нет карты. Экран показывает, не знаю, передает ли камера, но очень такие яркие, хорошие цвета. Не какие-то мутные. У меня была как-то камера, я уже ее продал, правда, но там даже в монитор ничего не видно. Какое-то минимальное солнце и ничего не видно. А здесь такие яркие, хорошие, насыщенные цвета. И вот качество самой картинки на самом мониторе меня очень порадовало. Так, функциональность этой камеры практически такая же, как и в любой камере. Так, давайте посмотрим. Здесь есть фотоаппарат. 12 мегапикселей. Это возможность снимать фото. Так, я не знаю, так как менюшку включить. А вот. Менюшка обычная, также все очень понятно и доступно. Разобраться в этой менюшке нет никакой сложности, поэтому даже ничего не буду показывать. Есть русский язык, поэтому все доступно. Так, это был просто обзор, распаковка камеры и комплектации. В следующем видео я выкладу видео, снятое на эту камеру, а также выкладу безумно хороший набор аксессуаров, которые я купил в комплект до этой камеры. А пока что всем спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать меня, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok